Ас-саляму алейкум ва рахматуллах и ва баракату. Дорогие братья, дорогие сёстры, мы продолжаем работать. И сегодня по просьбе многих наших подписчиков я хочу сегодняшний ролик посвятить теме физической подготовки к встрече с месяцем Рамадан. Ибо многие из нас сталкиваются со следующей проблемой, когда наступает месяц Рамадан. Они очень тяжело физически воспринимают месяц Рамадан. У кого-то кто-то начинает ощущать тяжелые головные боли, кто-то начинает испытывать чрезвычайную слабость, что делает таких людей практически недееспособными совершать поклонение Всевышнему Аллаху, посещать джамат-намазы. То есть становятся тяжелыми, теряют бодрость в совершении благих поступков. Поэтому с целью приобретения должной формы встречи в месяц Рамадан в подготовленной форме хочу сегодня рассказать, дать некоторые советы по питанию и по общему образу, здоровому образу жизни и питания. В первую очередь мы знаем, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сам и духовно, и физически готовился к встрече с месяцем Рамадана. Духовно мы знаем, он просил у Всевышнего Аллаха, он говорил, «Вабалигна Рамадан, доведи нас, дай нам возможность дожить до месяца Рамадан». А что касается его физической и в то же время духовной подготовки к встрече с месяцем Рамадан, то это посты. Мы знаем, что месяц Раджа, месяц Шаабан — это те месяцы, в которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, более чаще соблюдал посты. По поводу Шаабана есть хадис, в котором иллях алейхи вассаляма, то есть он постился за исключением некоторых дней. Это говорит о том, что посланник Аллаха постами уже готовился к месяцу Рамадан. Конечно, сейчас уже, наверное, не все из нас смогут начать именно постами, усердными, то есть регулярными постами заниматься в месяце Шаабан, ибо дней немного осталось, потому что для тех людей, для тех мусульман, которые не практиковали желательные посты до середины Шаабана, после середины Шаабана поститься запрещено. Ибо посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Изан таса фа шаабану фа ля тасуму». Когда наступит середина Шаабана, вы не поститесь. Но, однако, есть элементарные советы по питанию, которые помогут вам в легкой форме встретить месяц Рамадан, посты месяца Рамадан, и не только поставить нам не запрещено, ставить перед собой вместе с основной целью стать ближе ко Всевышнему Аллаху, стать более богобоязненными, и также желать получить максимальную физическую пользу из месяца Рамадан. Что же для этого я бы посоветовал вам сделать? Первое — это сахар. Это обычный сахар. Если кто сможет просто напрочь его исключить целиком из своего рациона, то это настоящий герой, то это очень волевой человек, и он, могу поклясться, не пожалеет никогда о том, что он полностью исключит сахар из своего рациона. Исключение сахара из рациона что означает, по сути? Это не просто не добавлять сахар в свой чай, в свое кофе. Это значит никаких газированных сладких напитков, никаких компотов, никаких соков, даже экологических соков якобы. То есть все, куда добавляется сахар. Это можно элементарно узнать, читаем состав, если там есть сахар, мы его не едим. Почему? Потому что человек, который ест сахар, чем больше вы едите сахар, тем чаще вы испытываете голод. Естественно, вы начинаете есть, перекусывать буквально целый день. Вы думаете, почему современный человек так много есть? Современный человек практически есть целый день и не ест только тогда, когда он спит. И это благодаря тому, что в рационе очень много сахара, очень много пустых углеводов, которые провоцируют голод. То есть задача номер один по возможности полностью исключить сахар, а если не полностью, то хотя бы до минимума свести употребление сахара. Следующий совет. Уменьшить количество мучных изделий, а по возможности полностью исключить изделия из белой муки. Вместо этого стараться есть больше зелени, больше салатов, заправляя качественным оливковым маслом. То есть если вы едите свой белок, мясо, рыбу и так далее, вместо этого хлеба старайтесь листья салата, петрушку, кинзу, огурцы, помидоры ими заменять хлеб овощами, зеленью и так далее. Следующий совет. Для того, чтобы легче провести месяц Рамадан, если мы питаемся три раза в день, бывает завтрак, обед, ужин, то есть мы исключаем перекусы полностью. Вместо перекусов мы можем выпить воду, минеральную воду, можем выпить кофе, естественно, без сахара и все. Стараемся исключить жевание. В принципе, эти правила, связанные с вашим питанием, достаточны для того, чтобы подготовиться, подготовить себя к месяцу Рамадан. К этому вы можете добавить физическую активность, это побольше, почаще выходить на свежий воздух, заниматься ходьбой и таким образом держать свой организм в тонусе. Если вас заинтересовала данная тематика и у вас будут возникать вопросы, связанные с питанием на Ифтар в месяц Рамадан, пожалуйста, напишите в комментариях. Также делитесь своим опытом по практике этих советов. Ас-саляму алейкум ва рахатуллахи ва баракату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!